Нужно ли увлекать мелкую буржуазию? Там мы познакомились именно с Павлом, который в этот момент был уже главным редактором городской студенческой газеты. Я с внутренним трепетом, как же я сейчас буду разговаривать с человеком, произведение которого я изучал в школе. Как назад это произошло? Где с Дмитрием Юрьевичем познакомились? Люк Скайуокер спрашивает мастера йоду, в чем сила темной стороны. Он спрашивает, она сильнее? Здравствуйте, друзья, это канал Station Marks. И сегодня у нас в гостях историк, журналист, организатор востребованного сегодня фестиваля «Цифровая история» Егор Яковлев. Егор, приветствую. Егор, все наши зрители, и мы в том числе, очень любим слушать разведдопросы, лекции о разных исторических деятелях, о событиях, о причинах и следствиях. Но про тебя известно нашим зрителям не так много. И вот сегодня бы хотелось больше поговорить именно про твою личность. Но прежде чем мы перейдем к основным вопросам, хотелось бы все-таки узнать о книге, которая буквально выходит с дня на день или в конце сетебря выйдет, или уже вышла «Друг государства». Можешь проанонсировать для наших телезрителей? Да, конечно. Конечно, книга «Друг государства» – это, я определяю жанр, как идеальная книга для летнего или зимнего отдыха. Это книга, которая предназначена для чтения в самолете, в поезде, для того, чтобы приятно скоротать время. Потому что у меня есть планы написать большие, серьезные книги. Сейчас я занимаюсь переработкой, созданием второго издания «Войны на уничтожение». К тому же в 2020 году книга выйдет по-немецки. Это тоже большая веха для меня. Ну а «Друг государства» – это такое развлечение. Мы с Дмитрием Юрьевичем периодически на кухне разговаривали про разных исторических персонажей, и он мне посоветовал написать нечто вроде своего личного ЖЗЛ. И я написал несколько очерков, посвященных тем людям, которые в разное время попадали в поле моего зрения, были мне по каким-то причинам интересны. Это авантюристы, это ученые, это лжеученые, люди, которые пытались выйти за горизонт существующего знания, и иногда им это удавалось. Вот я, насколько мог, живописал их попытки расширить наши представления о Вселенной, об окружающем мире. Революционеров среди них нет, я специально, кстати, это отмечаю в выступлении, это революционеры от науки, от знания или от литературы. Ну, это такие, может быть, не самые известные персонажи, и, кстати, именно этим они меня привлекли. Например, очень авантюрная, любопытная биография у чешского поэта, ученого Вацлава Ганки, потому что это человек, который создал, на мой взгляд, самую успешную в мировой истории подделку. Мы сейчас очень часто... Литературную подделку, да? Мы сейчас очень часто сталкиваемся с историческими фейками, которые входят в научный оборот. И Вацлав Ганка, это своего рода исторический патрон всех фальсификаторов, потому что он оказался весьма и весьма успешен. Он создал так называемую кроледворскую рукопись, которую выдал за древний чешский эпос. И эта подделка сыграла огромную роль в восстановлении современного чешского национального сознания. Потому что вы, наверное, знаете, что чешские земли входили в состав империи Габсбургов, австрийской, впоследствии австро-венгерской империи. В Чехии, чешское национальное развитие шло с большим трудом. О чешской национальной средневековой культуре было известно очень мало. И, по всей видимости, Вацлав Ганка на эту тему серьезно рефлексировал. А где можно будет купить эту книгу, когда она выйдет? Она уже вышла. Уже вышла? Да, ее можно будет купить во всех. И в электронном варианте? Да, и в электронных вариантах, во всех книжных магазинах Петербурга, Москвы, провинции посложнее. Но всегда можно заказывать через интернет. Она будет на зоне, на лабиринте. Да, друзья, ссылку мы оставим в описании обязательно на эту книгу. Но сейчас у нас тоже очень много исторических фейков. В принципе, и ты, и твои товарищи хорошие этим и занимаетесь, что боретесь. Да, вот моя следующая книга будет посвящена как раз историческим фейкам в современной научной публицистической литературе. Неделю назад я определился с ее названием. Она будет называться «Время удивительных историй». Будем ждать. Егор, вот в ролике о популяризации левых взглядов ты рассказывал, что левые взгляды тебе привели родители еще в свое время. А вообще, кем они работали? Они участвовали в политической жизни? Родители никогда не участвовали в политической жизни. Это были представители классической советской рабочей интеллигенции. И сейчас они являются. И я бы не сказал, что они привели мне левые взгляды в том смысле, что они мне рассказывали про Маркса или нет. Скорее, я бы сказал, что они были носителями такого классического советского гена. То есть это были люди советские с этической точки зрения, они прививали мне бессеребряничество, они прививали мне представление о порядочности, о коллективизме, о пагубности таких человеческих качеств, как калчность, жажда выгоды любой ценой. То есть в нашей семье были абсолютные смертные грехи, и как я сам понимаю, все эти представления были возвращены в них в первую очередь литературой, литературой как советской, так и лучшей иностранной литературой демократического направления. Потому что мы много обсуждали дома, рассказывают Джека Лондон, например, Марка Твена. Одна из первых книг, которую я прочитал сам, это книга Харпер Ли «Убить пересмешника», и она до сих пор меня не оставляет. Это блестящее произведение, хотя Харпер Ли потом много ничего не писал и написал уже в конце жизни только один роман. И для того, чтобы войти в историю мировой литературы, хватило и одного текста. Это роман, который вызвал у меня большую рефлексию, большие размышления о рабстве, и о неодинаковом отношении к людям разного цвета кожи. Потому что очень трогательная расовая проблема в Соединенных Штатах описывается в романе Харпер Ли. Ну а получается, что именно литература прививала эти этические, можно так сказать, левые взгляды. Но в эпоху, вообще во время перестройки, в 1993 году, в вашей семье обсуждалась вообще эта проблема, эта трагедия, которая произошла? Да, конечно, это обсуждалось, но обсуждалось на уровне личного неприятия. То есть мои родители никогда не выходили на баррикады. Ну, во-первых, мы живем в Петербурге, в Ленинграде, в Москву никто не ездил, и на защиту Белого дома не вставал. И, как мне кажется, это типичная, в принципе, ситуация, потому что какие-то глобальные социальные противостояния первоначально воплекают очень небольшой процент населения у себя. Это всегда какой-то наиболее пассионарный минимум, который готов с оружием в руках, ну или во всяком случае с явной решимостью выступить на защиту тех или иных идей. Таких людей всегда немного. Революция 1917 года дает пример этому. Ну, а у вас случилась какая-нибудь перемена в жизни? Тогда очень сильно упали зарплаты. Конечно, у всей страны случилась перемена. Конечно, народ в целом был очень контужен. Мне кажется, что термин контузия, он самый правильный. Народ был деморализован, он вообще не понимал, что происходит. Потому что в Советском Союзе, как мне кажется, в Советском Союзе народ очень привык доверять власти, он привык доверять печатному слову, привык доверять телевидению. И когда телевидение стало рассказывать совершенно противоположное тому, что оно рассказывало еще вчера, это не могло не вызвать деморализацию. Кроме того, с экранов телевизоров стали звучать самые абсурдные вещи. Меня долго занимал вопрос, как вообще Сергею Курюхину могла прийти в голову идея сделать программу про Ленина Гриба. Вы, наверное, знаете этот мем известный, перестроечный. И мне однажды довелось повстречаться с его супругой Анастасией Курюхиной. И я спросил Анастасии, ну вот как же так? Она говорит, я сейчас вам расскажу. Мы однажды, очень интересная история, зрители наши не знают, потому что Анастасия, мне кажется, широко про это не говорила. Однажды, вот как раз в конце 80-х, мы с Сергеем смотрели программу про Сергея Есенина. Программа была посвящена теме его смерти. Сценаристы пытались убедить зрителей в том, что Есенину били кровавые большевики. Доказательство было такое. Показывали крупноплановую фотографию Есенина в гробу, и диктор за могильным голосом говорил, посмотрите на лицо этого человека. Разве может быть такое лицо у человека, который умер своей смертью? Это аргумент. И по рассказу Анастасии, после этих слов Сергей сказал, ну так же можно что угодно доказать, например, что Ленин грипп. И вот через некоторое время они с Сергеем Шолоховым засняли программу, в которой Курёхин наукообразно доказывал, что Ленин грипп. То есть с его стороны это была такая постмодернистская шутка, но она имела трагические последствия, потому что она ещё больше контузила людей, и реально люди с высшим образованием писали на телевидении, писали в партийные органы вопросы, правда ли, что Ленин грипп, объясните, дайте партийную государственную оценку, прозвучавшей с телеэкрана информации. То есть народ уже настолько был доведён до сумасшествия, что он не мог отличить вызов, не мог отличить провокацию от реальной информации. Но получилось же, что всё равно как-то большинство людей очень быстро перестроились, что ли, на какие-то другие идеалы. Ну это не быстро произошло, но тем не менее. И вот вы тоже рассказывали, ты, мы договорились на ты разговариваться, общаться, ты рассказывала в ролике о полярности левых взглядов, как в школе резко поменялась риторика даже среди учеников в классе, что начали говорить, самое главное, там, это много денег, чтобы быть успешным, хотя до этого были важны ценности, дружба, какое-то братство, единство, товарищество. Я тебе могу сказать так, вот я люблю фильм «Звёздные войны», старый, и там есть диалог, который очень хорошо иллюстрирует. Если ты помнишь, Люк Скайуокер спрашивает мастера Йоду, в чём сила тёмной стороны. Он спрашивает, она сильнее? И мастер Йода ему, помнишь, что он ему отвечает? Говорит, нет, не сильнее, она проще, доступнее. Вот этот диалог хорошо описывает произошедшее в 90-е годы. Быть подлым всегда проще, чем быть порядочным. Быть честным всегда труднее, чем быть лжецом. Поэтому народ, когда, скажем так, общественная ситуация стала потакать низменным инстинктом, немедленно свалился в эти низменные инстинкты. Здесь нет ничего удивительного. Но я бы не сказал, что все быстро перестроились. Мне не кажется, что все быстро перестроились. Более того, мне не кажется, что все перестроились до сих пор. Потому что, мне кажется, что из народных недр под влиянием явной социальной несправедливости идут большие импульсы протеста. Они, может быть, не идут в форме демонстрации, не идут в форме митингов. Но ещё раз повторюсь, что это и объяснимо. То есть до того, как кризис переходит в острую фазу, противостояние идёт среди единиц, не десятков, может быть. То есть массы включаются уже на последнем этапе кризиса. Но, тем не менее, само по себе недовольство, оно копится, оно идёт, оно исходит. И та система, которая существовала до 1991 года, как писал Есенин, большой видится на расстоянии, сейчас в это время проходит, и начинают постепенно проступать контуры огромных достоинств, которые мы утратили. И вот уже с этим смириться население никак не может. Потому что, дело в том, что вся перестройка, она же проходила под лозунгами «Давайте делаем лучше!» Она не проходила под лозунгом «Давайте сделаем хуже!» И многие даже верили в то, что позитивные перемены. Ну, нельзя одномерно к этой ситуации относиться. То есть, к началу 80-х годов перемены назрели. Движение вперёд было необходимо. И многие люди, которые включались в движение перестройки, они вообще считали, что они развивают социализм. То есть, они движутся вперёд, и Горбачёв молодец, на встрече коммунистов, он переведёт нас на новый этап. Даже и к Ельцину нет. Да, и к Ельцину было подобное отношение. Но это разочарование наступило очень быстро, но до определённого момента был энтузиазм, до определённого момента была даже некоторая эйфория, что вот сейчас немножко затормозили, сейчас двинемся вперёд. А вот в студенческие годы много ли студентов было политизированных? Или уже... Вообще, меня не окружали политизированные люди, я их не видел практически, практически не видел. Ни в школе, ни в университете. Мне кажется, что вторая половина 90-х и начало нулевых, это было время, когда молодёжь интересовалась в большей степени бизнесом. Это было как раз время, особенно начало нулевых, когда ситуация в стране слегка стабилизировалась. И, условно говоря, первый путинский срок, стало стабилизироваться потихонечку, когда пошёл рост цен на нефть, и стало слегка поспокойнее. И народ так... Именно молодёжь... Молодёжь не бурлила, молодёжь восприняла на некоторое время эти ценности, которые навязывались сверху, и всех интересовала карьера и бизнес, заработок. Казалось, что в этом будет панацея. А потом, это время прошло, 5-7 лет, у них не получилось, они поняли, что есть куча подводных камней, потому что в этом была своя романтика. Раньше нам не давали делать бизнес, а сейчас мы придём. А у тебя лично не было такого соблазна и тоже попробовать сделать бизнес под влиянием общей информационной повестки? Нет, у меня такого соблазна не было. Я по своим моральным качествам к этому не предназначен. Я не бизнесмен. Меня никогда не интересовало заработать много денег. Меня интересовали и другие вещи. Меня интересовало что-то новое открыть, что-то новое найти. Вообще интересно жить меня очень интересовало. То есть те занятия, которыми я всегда занимался, они были очень интересны, потому что благодаря тому, что я работал журналистом и редактором, а также и вёл исторические исследования, я смог познакомиться с очень многими неизвестными для меня вещами и очень многими интересными людьми. Например, я взял одно из последних интервью у Чингизаида Матова. Это выдающийся советский писатель, и мне было очень интересно с ним познакомиться и пообщаться, хотя это произошло заочно, мы говорили по телефону, потому что он в этот момент был представитель, если мне не изменяет память, представителем Киргизии в странах Бенилюкса и находился в Брюсселе. Я звонил ему в киргизское, видимо, посольство. Но тем не менее, это был интересный, любопытный диалог. Я с внутренним трепетом, как же я сейчас буду разговаривать с человеком, произведение которого я изучал в школе. И это было одно из последних интервью, которые он дал, потому что через некоторое время, к сожалению, он от нас ушел. И он, кстати, тоже, я задал ему этот вопрос, он тоже скорбел о распаде Советского Союза. Я думаю, что это чувство очень многих людей и постепенно стал он накрывать. Да, Егор, а как ты выбирал профессию, вот когда я поступал в институт? По какому принципу? Вы вообще историю со школы начал, наверное, интересоваться? Да, я интересовался, ну, я такой гуманитарный ребенок, интересовался историей, литературой, и у меня были всегда хорошие оценки по этому предмету. Но я сначала поступил на библиотечный информационный факультет Университета культуры и искусств. Я учился на кафедре гуманитарной информации, изучал теорию и практику информационных войн. Мне это было очень интересно. Но я тоже глубоко залез в историю, смотрел, как с помощью разных манипулятивных приемов формировались взгляды разных социальных прослоек. Это очень интересная была работа. Кроме того, на третьем курсе университета я включился в еще один потрясающий проект. Наш представитель министра иностранных дел в Санкт-Петербурге Виктор Алексеевич Лопатников создал подвижническую программу по изучению биографии канцлера Российской империи Александра Михайловича Горчакова. Это выдающийся человек, соученик Пушкин по лицею, который стал министром иностранных дел Российской империи и, наверное, самым знаменитым за всю нашу историю дипломатом. Горчаков прожил очень любопытную жизнь, потому что он стал последним лицеистом, пережил всех своих соучеников. Но Пушкин скончался в 1837 году, а звезда Горчакова зашла только через 20 лет. Всю свою карьеру он до 1856 года находился на второстепенных постах и казалось, что жизни не особенно удалось. Он блестяще закончил лицей, был одним из двух лучших учеников. А потом из-за своего строптивого нрава создал себе проблемы в карьере и его усылали в разные медвежьи углы Европы. И только в 1856 году он стал министром иностранных дел уже в зрелом возрасте, в 57 лет, и сумел очень многое сделать для Российской империи именно как дипломат. А что это был за проект, получается? Мы изучали биографию... Проект начался с того, что останки Горчакова были найдены и перезахоронены. Дело в том, что он был похоронен в Троице Сергеева Лавре. Троица Сергеева Лавра была разрушена после революции. И было непонятно... Там находилось кладбище, было непонятно, где и чьи останки. В ходе специальных исследований были найдены именно останки Горчакова, а также, если мне не изменяет память, архитектора Штекеншнейдера, нашего известного петербургского зодчего, и перезахоронены. Но я в этом не участвовал. А потом Виктор Алексеевич инициировал проект, в принципе, по изучению его биографии. И я в качестве сотрудника на этом проекте тоже работал. Очень много работал в библиотеках, в архивах ходил. И вот эта деятельность, она привела мне окончательную любовь именно к научной работе. Впоследствии Виктор Алексеевич написал книгу про канцлера Горчакова, которая была издана в серии ЖЗЛ. Тоже можно найти в интернете? Тогда ссылку мы оставим. Да, это очень интересная работа, которая рисует портрет такого выдающегося нашего государственного деятеля. А потом ты устроился журналистом работать? Я параллельно... Или все это параллельно? Все происходило параллельно. Я создал журнал в университете, где я учился. Журнал назывался «Зеркало». Журнал стал популярным. Вы с Павлом Перцем вместе создали? Нет, этот журнал я создал и без Павла Перца. Сейчас я расскажу. Может быть, и к лучшему это. Да, да. Сейчас я расскажу, как мы познакомились с Павлом. Я создал этот журнал, и после того, как он уже обрел регулярность и популярность, мы с этим журналом приехали на конкурс студенческой прессы Санкт-Петербурга, где выиграли одну из премий. Взяли одну из премий. Вот там мы познакомились именно с Павлом, который в этот момент был уже главным редактором городской студенческой газеты. Она называлась «Гаудамус». В то время эта газета была очень популярна. Она лежала, тогда еще интернет был не очень развит. Она лежала в каждом университете, в любом молодежном студенческом кафе, в самых модных молодежных местах города. И поэтому «Гаудамус» знали все, и особенно все знали Павла Перца, потому что его колонка была на второй полосе с его фотографией. Его знали даже в лицо. Был популярный человек. Но Павел уже к этому моменту перерос в студенческую газету. Он уходил работать в глянцевый журнал. Готовилась команда ему на смену. И через некоторое время владельца этой газеты предложил сменить Павла мне. На что я с удовольствием согласился, потому что это было круто. Ну а как вы с Павлом вообще начали дружить, общаться и до сих пор столько у вас совместных проектов? Было примерно так. Когда владелец газеты сделал мне это предложение, он сказал, давай, приходи, но Паша пусть пока останется, потому что Паша уже себя зарекомендовал. Я говорю, а колодку-то вы мне дадите, потому что, конечно, мне хотелось тоже вот так, чтобы на второй полосе моя колонка из фотографии. Он мне говорит, ну колонку да, но на третьей полосе будет колонка перца. Я думаю, о, ну это вызов какой-то интересный, будем соревноваться. Ну и вот я пришел, стал главным редактором этой газеты. Для, по-моему, первого номера я написал колонку про Федора Ивановича Тютчева, Павел Перец написал колонку про Минет. Вот, все это вышло, и с тех пор мы начали какое-то движение друг к другу. Да, ну кроме того, Паша уже тогда активно интересовался историей народовольцев. Мне это тоже все было интересно, мы много это обсуждали, вот на этом отчасти мы и сошлись. Ну а что касается личных отношений, я могу сказать, что наши идеологические разногласия никогда не переходили в фазу ссор, интриг. Наоборот, всегда интересно поспорить, потому что спор и твоя доказательность в разговоре с человеком, который готов тебя слушать, всегда испытывает твои аргументы на прочность. То есть ты с ним споришь и понимаешь, насколько ты сильный вообще, насколько ты убедителен. А почему же до сих пор не удалось переубедить? Почему не удалось? А, просто он не признается. Вы же не видите ситуацию в динамике, вы даже не подозреваете, насколько далеко я продвинулся. Конечно. Все, ну будем, как говорится, дальше смотреть за развитием событий. Да, да, наблюдайте лет через 10. Я думаю, и вы заметите результат. Павел Давыдович с красным флагом. Это прекрасно. Но вот в журналистской именно работе, в чем она заключалась? То есть какие там были рубрики, какие направления? Приходилось ли на какие-то компромиссы идти? Вот, например, мне, когда я работала в новостях, приходилось, и поэтому я, собственно говоря, оттуда ушла. Или здесь было несколько другая? Ну, мы с тобой просто работали в разных СМИ. Да. Гудамос, это вообще была молодежная газета, и по большому счету мы делали там, что хотели. Владелец этой газеты был озабочен исключительно заработком, как я понимаю, качеством тоже, конечно, но при этом какие-то политические вопросы его не интересовали. С другой стороны, нельзя сказать, что у нас была газета исключительно развлекательная, и мы касались только вопросов, куда сходить и что посмотреть. Конечно, мы писали и о социальных проблемах, об этнических проблемах очень много, это было весьма важно для нас. Но какого-то диктата гнета, никакой-то цензуры мы никогда не испытывали. Дальше я работал в глянцевом журнале, это такая самая, наверное, продолжительная глава моей жизни, журнал «Собака.ру». Там я дослужился даже до шеф-редактора, которым пробовал несколько лет. Но опять же, вот в силу того, что это все же, вот это как раз был развлекательный журнал, и нельзя, и остается им, да, нельзя сказать, что мы испытывали там какую-то цензуру, или от нас требовали писать что-то, чего мы писать не хотели, или что противоречило нашим этическим нормам. Например, я сделал номер под названием «Афро-россияни». Это был интересный проект, мы взяли шестерых африканцев, которые жили в Петербурге, которые здесь натурализовались, и это были большие интервью, то есть с рассказом об их жизни, очень интересно, потому что тогда как раз этот этнический расовый момент стоял очень остро, сейчас это уже подзабылось, но тогда были серьезные проблемы с этим. Потом я, например, сделал проект, который и сейчас, который у меня сейчас горожан очень интересный, я сделал проект про потомков великих людей, там были интервью с потомками Пушкина, Достоевского, Циолковского, графа Витте, которые, опять же, живут в Петербурге, ну или бывают здесь, это тоже было очень интересно. А это все можно найти в интернете, почитать? Конечно, конечно. Я думал, если задаться целью, можно найти более сотни интервью, которые я сделал за все это время, и это интервью с очень интересными людьми подчас, очень не сайт матов один из них. Да, мы тогда подберем, мы тоже ссылки оставим в описании, очень интересно. Вот, потом еще некоторое время у меня в моей биографии была такая страница, работа в журнале «Всемирный следопыт», это петербургский аналог журнала «Вокруг света», около года я там проработал, тоже очень интересная работа, ну, там в основном как раз научно-популярные познавательные статьи, некоторые из которых я переработал как раз для книги «Друг государства». То есть нельзя скопить, я не был включен ни в какую политическую повестку, и поэтому я находился в стороне от всех этих подковерных идеологических игр, чему очень рад. Ну, а вот в интернете указано, на сайте «Однокров», если не ошибаюсь, что вы были участником движения «Сутью времени». Да, я сейчас расскажу, как это произошло. Дело в том, что в 2011, по-моему, году появилась программа «Суд времени», и эта программа мне очень понравилась, я смотрел ее с большим интересом, почему там, если вы помните, Сергей Кургинян спорил с Леонидом Млечиным при судействе Николая Сванидзе, но дело даже было не в их споре, а в том, что это была первая программа, которая вывела академических историков на широкий экран. То есть интерес основной составлял не то, что там говорит Кургинян Али Млечин, а то, что говорят эти эксперты, которых они приглашают. И тогда мы впервые видели Александра Дюкова, Алексея Исаева, других, Юрия Емельянова, других специалистов, которые говорили вообще не то, что обычно говорят по телевизору. То есть они отражали тот взгляд на советскую историю, ту точку зрения и ту фактуру, которой придерживался я, в которой я был убежден. То есть я уже сам в своих исследованиях пришел к этим выводам. И мне было очень приятно, потому что я увидел, что я там не одинок, большая группа людей собралась. И еще более приятны были результаты голосования, потому что народное голосование всегда выступало за нашу точку зрения. И все это обладало, конечно, огромным воодушевляющим эффектом, потому что становилось понятно, что подспудно в народе зреет протест против того дискурса, который в течение 20 лет навязывался телевидением. А насколько активно вы участвовали в этом движении? Я практически в нем не участвовал. То есть я, когда посмотрел эту программу, когда после нее стало формироваться движение, я видел свою роль примерно так же, я думал, что я буду делать то, что я делаю собственно сейчас делаю с цифровой историей. У меня было в общем свободное время для этого и желание. И я, грубо говоря, предложил свои услуги на бескорыстных основах. Но вот именно историческая часть сути времени, как мне кажется, и вся остальная, она почему-то не получила должного развития. Ну и поскольку она не получила должного развития, то я постепенно отпочковался. То есть я по существу в сути времени и не состоял, я зарегистрировался на сайте и наблюдал за происходящим. Я не участвовал ни в каких активностях, просто следил. А наблюдал за вот такой черной кампанией против сути времени? Ну это уже современно, ты имеешь в виду современности. Ну которая недавно была, когда... Моё участие, мое участие, скажем так, наблюдение за сутью времени длилось до начала 2014 года. Может быть, до конца 2013. То есть потом уже... Это уже очень давно закончилось. Представители сути времени брали у меня интервью на фестивале цифровая история в марте, но это интервью не вышло, из чего я заключаю, что, наверное, я сказал что-то не то. Цензура не прошла. Вот. А как началось взаимодействие с тупичком? Это недавно, вот сколько лет назад это произошло, вообще, где с Дмитрием Юрьевичем познакомились? Как вот это сформировалось, вообще, вот эта вот среда? Ну, среда сформировалась благодаря Дмитрию Юрьевичу, конечно, это он ее формирует. Вот. С Дмитрием Юрьевичем мы знакомы достаточно давно, но еще когда я был главным редактором газеты Гаудамус, я думал, ну, в общем, сложилась такая ситуация, что у нас не было материала на одну полосу, и тут наши друзья из Ростова прислали мне интервью с Дмитрием Юрьевичем. Мы у себя в газете опубликовали, но в интернете этого нет, интервью классное, вот можешь взять. Я думаю, действительно классное интервью, но у меня нет фотки. Я написал без особой надежды на адрес Дмитрия Юрьевича, который я нашел в интернете, просьбу прислать мне фотку, и буквально через минуту мне свалилась отличная фотография. Сейчас вы уже так не делаете. Долго приходится ждать. Я подумал, о, это судьба. Таким был мой первый контакт с Дмитрием Юрьевичем был это в 2004 году. Ну, а поскольку человек он известный и постоянно каждый год делал что-то заметное и классное, то он выпустил игру санитара подземелья, то перевел очередной фильм, то вышли новелизации его переводов «Властелина колец». В общем, каждый раз, каждый год, каждые несколько месяцев буквально он давал какой-то информационный повод. Ну, и, соответственно, журналисты ему звонили, и по этому поводу его расспрашивали. Поэтому еще в то время, когда я занимался преимущественной журналистикой, мы довольно часто общались. А потом, потом он собрался делать YouTube, развивать свой YouTube-канал, и на одной из съемок мы с ним сели, и я ему рассказал про то, чем я занимался в этот момент. Занимался я, кстати, не безинтересной штукой. Это был как раз 2014 год, очередной юбилей снятия блокады Ленинграда. И мы готовили серию материалов, естественно, посвященные этим событиям. Я обнаружил, что у нас в городе практически неувековечены фамилии, людей, имена людей, которые занимались созданием дороги жизни. Это вообще нонсенс, потому что дорога жизни это та коммуникация, которая Ленинград во многом спасла. Ну и вообще, люди, которые спасали Ленинград, увековечены очень слабо. Поэтому я выбрал персонажа, который тогда представлял для меня наибольший интерес. Это начальник управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта Иван Георгиевич Зубков. И вместе с моими коллегами мы написали петицию в эту пневмоническую комиссию с предложением назвать в честь этого человека улицу. Ну или какой-то другой объект нашего города. И надо сказать, что, забегая вперёд, что вот эта инициатива увенчалась успехом, правда, только через два года, но тем не менее улица Ивана Зубкова на карте города появилась. Этот человек выдающийся, это железнодорожник, он строил железнодорожные участки дороги жизни, а потом именно он построил так называемый коридор бессмертия, когда в результате операции был пробит коридор и возникло соединение большой земли с Ленинградом, вот там буквально за две недели провожили железную дорогу и хлеб пошёл в блокированный город. Вот мы напомнили об этом человеке и запечатлели его имя на карте города на сто процентов заслуженно, я бы сказал, исправили историческую несправедливость. Вот я стал ему об этом рассказывать, он сказал, ой, ты очень интересный, приходи, ты ко мне расскажешь про это, ну и я первый раз к нему пришёл, у нас была беседа, правда, не про это, мы тогда решили побеседовать про вышедшую книгу Оливера Столуна и Питера Кузника не рассказали о истории США. А, очень интересная тоже развита прусная тема. Вот это было первое наше видео, которое потом через некоторое время Дмитрий Юрьевич мне позвонил, сказал, Егор, это очень зашло, приходи, давай, давай, что дальше? А дальше, дело в том, что к этому моменту было написано уже примерно три четверти книги «Война на уничтожение», это книга о оккупационном режиме на оккупированных территориях Советского Союза нацистском и вообще об идеологии нацистского геноцида и вот по мотивам написанного я сделал серию из восьми роликов, где рассказал о том, что реально Гитлер планировал сделать с населением Советского Союза после победы своей. Ну, получается, что вот эти лекции, они очень популярны, эти разведдопросы и в принципе можно было продолжать это делать дальше, а почему вот именно появилась идея выходить с живыми выступлениями и делать вот такие масштабные форумы? Здесь никакого противоречия нет, это естественное развитие проекта, мы же не бросили делать лекции, мы их продолжаем делать, просто к ним еще прибавились встречи в оффлайне. Дело в том, что люди испытывают потребность встречаться в оффлайне, и люди, которые к нам приходят, да, они приходят за знаниями, но вместе с тем они хотят почувствовать, что у них есть единомышленники, то есть они приходят за комьюнити, за общением не только с лекторами, но и между собой. Это очень важно, и цифровая история это один из таких форумов, которые дают такую возможность. Ну, а было какое-нибудь опасение, прежде чем вы начали организовывать, что не получится вдруг, вдруг это будет не востребовано, не актуально, или нет, или сразу предполагалось, что будет успех такой. Я обычно не делаю вещей, по поводу которых у меня есть опасения, что не получится. Ну и потом, ну не получится, не получится. Не получится, не будем делать. В Москве клуб обществоведов и левых историков КЛИО тоже хочет организовать что-то подобное, но пока не получается. Что можешь посоветовать, с чего вообще начать? Я могу посоветовать к нам приходить. Выступать на цифровую историю. Да, выступать на цифровую историю. Совсем планируется. Потому что, да, по бритве окам получается, что лучше к нам приходить. Не создается ли ощущение, что все зрители левого ютуба сейчас, они очень тяготуют к историческим больше темам и игнорируют зачастую актуальные проблемы? Есть такое ощущение? Если есть, почему? Почему так происходит? Возможно, это так, и на мой взгляд это легко объяснимо, потому что история уже произошла, и обсуждать ее проще, чем то, что сейчас происходит за твоим окном. Дело в том, что сегодняшняя ситуация, она требует действия, она требует переходить. То есть, ты не можешь долго разговаривать про происходящее. Ну, вот ты говоришь, что это неправильно. А что ты делаешь? То есть, если ты постоянно обличаешь какие-то недостатки современного мира, то очень быстро ты вызываешь вопрос. Хорошо, мы с тобой согласны. А что делать? Вот. И вот ответ на этот вопрос, он есть далеко не у всех. Мне кажется, он есть у единиц. Возможно, его нет ни у кого, потому что, к сожалению, у левого движения сейчас, я во всем случае не знаю, мне представляется, что вот такой четкой чеканной программы, которая бы пояснила, от чего и куда мы идем, его нет. Вот. И именно поэтому самым уютным убежищем является исторический контент. А давайте поспорим про историю. Я прекрасно создаю, что мне было бы выгоднее рассказывать, поскольку я историк, мне было бы выгоднее рассказывать о том, что самая важная это история, но на самом деле это не так. История, она важна, история, она дает нам, безусловно, опыт. История является ареной, также, идеологической борьбы, вне всякого сомнения. И в этом смысле, конечно, деятельность по установлению фактов, поиску документов, разоблачению исторических фальшивок и правильному расставления акцентов нельзя переоценить. Но, тем не менее, невозможно сравнить вот эту работу с подготовкой программы будущего, образа будущего. Я об этом уже говорю во всех интервью в течение двух лет. То есть, основная задача левого движения не в том, чтобы реабилитировать в глазах основную массу населения, скажем, пакт Молотова-Риббентропа, который был загажен, конечно, с событиями, с этими разборами конца 80-х, начала 90-х, его смысл был абсолютно искажен. Нет, это важно, но главное не это. Главное, это сформировать образ будущего. Образ будущего, который окажется привлекателен для основной массы населения страны. Ну, а вот, получается, я сейчас по основной своей работе езжу в командировки часто, и когда начинаю разговаривать про какие-то проблемы, про то, что дальше делать, все либо встают на сторону действующего режима, либо встают на сторону Навального и либералов, потому что, получается, что сейчас два таких очевидных направления, которые в мейнстриме, которые всем видны. А левая, как бы, левая альтернатива, она не видна, не пред... Вот политической живой силы, получается, что нету. Есть хорошая информационная работа, и она с каждым днем все лучше и лучше, но вот политической силы нет. И... То есть, как людям быть? Мы потому, что движемся к политическому кризису, там, может быть, через несколько лет он встанет в полный рост. Левое движение будет ли готово? Может быть, есть какая-то информация кулуарная или вообще ничего не происходит? Это ты у меня спрашиваешь? Ну да. Я думал, у тебя спросить. Как раз, мне кажется, ты лучше это знаешь. Вот хорошо. Я так вот так. Может быть, у тебя есть какая-то кулуарная информация. Очень активно развиваются кружковые движения. Это хорошо? Хорошо. Это хорошо. Из него может вырасти... Может, конечно. Вот у нас опыт нам говорит, что да, из него может вырасти политическая сила. Почему существует два основных вектора правительства и Навальный, а левое движение не особенно заметно? Именно потому, что нет конкретной программы и нет образа будущего. Понятно, что и правительственный вектор имеет огромный административный ресурс, на него работает телевидение и масса сетевых средств, массовая информация. Что такое Навальный? Навальный это тоже буржуазный проект, который имеет широкое финансирование, который тоже пользуется частью административного ресурса, на самом деле, мы все это понимаем, и который использует протестную энергию. То есть, вот та энергия, которая идет снизу, Навальный ее оседлывает и дальше с этим работает. Левое движение в этом смысле имеет гораздо меньше чисто финансовых возможностей, оно не имеет административного ресурса, за счет чего оно может увеличивать свою конкурентную мощь. Только за счет одного, за счет более привлекательного образа будущего, за счет более привлекательной программы. В свое время это в кружках формировалось? Да, потому что я бы сказал так, что в значительной степени победа большевиков была одержана именно за счет более привлекательного образа будущего, который попадал непосредственно в народное чайное. он попадал и крестьянство, и рабочих, и в значительной степени интеллигенции. Я привожу такой пример. У нас многие наши соотечественники думают, что интеллигенция была полностью уничтожена, заключена в лагеря или изгнана после Октябрьской революции. В значительной степени на самом деле успех советского проекта был в том, что сливки цвет технической интеллигенции удалось привлечь на свою сторону. Почему это произошло? Потому что уже в апреле 2018 года Ленин пишет набросок плана научно-технических работ в России и верховная власть таким образом подает импульс научной интеллигенции о том, что она в ней нуждается и более того готова обеспечить задачами, выполнение которых является мечтой чаянием вот этой научной прослойки. И поэтому все это начинается с плана Гойл-Ро, но не только. Но большевики привлекают практически всех крупнейших инженеров царской России, старой России, к реализации своего грандиозного замысла. И поэтому к большевикам приходят и Графтио, и Винтер, и Радченко, и те, кто до этого были с большевиками, там Кружановский и Красин. То есть сразу же появляется образ будущего. Вот мы электрифицируем Россию, принесем свет, тепло в каждый уголок, в каждый забытый богом уголок. Это грандиозная задача, которая достойна ученого. Жизнь короткая, но мы даем вам возможность оставить себя в истории и сделать то, ради чего вы столько лет учились. А вот сейчас какая может быть это хороший и правильный вопрос, но надо понять, для чего мы решаем. То есть для чего мы какая задача первичная. Предположим, мы возвращаемся к идее строительства социализма, соответственно, нам нужно будет проводить новую форсированную индустриализацию, нам нужно будет искать новые источники энергии, снижать издержки и повышать производительность труда. собственно от этого можно плясать. То есть поиск новых источников энергии. Интересна эта задача для научного мира? Мне кажется, что очень интересно. В рамках экологических проблем. Как это может сказаться на производительности труда? Как увеличить производительность труда и при этом снизить издержки? Мне кажется, люди, которые смогут решить эти задачи, они вне всякого решения этих задач уже стоит перед научным миром. И какие-то решения в этом научном мире есть. Но вопрос в том, заинтересуют ли они власть. Потому что никаких импульсов от верховной власти в пользу этого решения мы сейчас не видим. Мы сейчас видим совершенно другие импульсы, которые связаны с паразитическим освоением ресурсов и поддержанием вот этой видимой стабильности, которая разрушится уже через несколько в лучшем случае десятилетий. Я имею в виду масштабы всего мира, не только внутри нашей страны. А это получается сейчас задачи мы обрисовали для интеллигенции, для научно-технической интеллигенции, а для народа. Что левое движение может народу предложить? Ну, надо, во-первых, определиться с конечной задачей, куда мы идем. Очень важна экономическая программа, как мне кажется. И здесь ключевым вопросом будет мы как, за что мы выступаем. Мы выступаем за полную национализацию средств производства, или мы выступаем за то, чтобы ввести строй, который будет напоминать новую экономическую политику в какой-то форме. То есть, вот это ключевой вопрос. От этого будет зависеть, какие слои населения мы будем вовлекать в свою деятельность. Потому что будем либо вовлекать мелкую буржуазию, например, или мы сразу ее отсекаем и будем работать только с рабочим, только с пролетариатом. У тебя есть какая-то точка зрения? Нужно ли вовлекать мелкую буржуазию? Или только пролетариат? Мне кажется, что да. Мне кажется, что на данном этапе да, потому что это значительно расширяет социальную базу. Мелкая буржуазия, она постоянно тут, да, то, сюда болтается. Но я думаю, что с этим слоем нужно работать, безусловно. я думаю, что на данном этапе мы не должны ставить каких-то совсем неизбыточных целей, то есть на мой взгляд, сейчас основную задачу можно было бы сформулировать таким образом. Мы должны стремиться надеть на капитализм намордник. То есть уничтожить его одним ударом, сломать Кащееву иголку сейчас не получится, не получится, потому что в мировом масштабе и даже в национальном никаких революционных ситуаций мы не видим. А, сейчас нет? Ну, революционной ситуации, очевидно, нету, ее же нет. Не надо себя обманывать. То есть есть ситуация революционная, условно говоря, 1905 год, а есть ситуация нереволюционная, 1908, 1910 год, и в зависимости от того, какая ситуация нас окружает, левое движение всегда выбирало соответствующую тактику. То есть если мы посмотрим на отношения Ленина, например, к Государственной Думе, то мы увидим, что в одном случае Ленин яростный противник участия большевиков в выборах в Государственную Думу. Когда это происходит? Когда революционный подъем. И в этих условиях участие в государстве выбора в Государственную Думу, участие в Государственной Думе снижает этот революционный подъем. А с другой стороны, например, большевики избираются в Думу уже, когда революционного подъема нет. Почему они это делают? Почему Ленин за это? Потому что сейчас как раз революционная волна спала, и нужно использовать любую трибуну для агитации, в том числе трибуну Государственной Думы. Поэтому мы всегда скачем от той ситуации, которая нас окружает. Сейчас никакого революционного подъема нет. Значит, для этого что делать ничего не надо? Можно только говорить. Нет, я считаю, что основную задачу можно сформулировать так. Это цель набросить на капитализм намордник, там, где это возможно. Капитализм это зверь, и его надо, если нельзя его одним ударом убить, то значит, надо его укращать и ставить в критические для него условия, создавать точки напряжения для него. Понимаешь, особенность февраля заключалась в том, что по существу властью либералов не было, потому что сразу же появились советы. Власть либералов, вот протянутая рука, и вопрос перехода к власти советам, это был вопрос времени. По существу власть либералов она продлилась не до октября, а до апреля 17-го года, потому что условно и Навальный в апреле 17-го года из временного правительства вылетел и началось его стремительное поливение. И дальше уже размежевание шло внутри левых. То есть, грубо говоря, кто возглавит революцию, большевики или это будут умеренные социалисты, керенский эсэр, меньшевики. Вот поэтому у Навальных там шансов было мало. Вот, поэтому ну а сейчас другая ситуация. Я думаю, что именно сейчас как раз есть достаточно большие шансы на то, что они победят, а массы будут в этой ситуации спокойны. Спокойны? Да. И левые тоже будут спокойны в этой ситуации? Нет, что мы понимаем под левыми, левые политики, левые активисты будут неспокойны, а массы спокойны, левые активисты это не масса. Ну понятно. Надежда на то, что если... Ну то есть, левым активистам получается не удастся переубедить массы в том, что это не альтернатива совершенно. Это в принципе даже может быть и хуже, чем сейчас. до того момента, как массы почувствуют это на своем кармане? Нет, Ведь надо понимать, что революция 1917 года она произошла не потому, что левые круто агитировали, она произошла потому, что массы уже не могли это терпеть. Они не могли терпеть, они были против войны, они не понимали смысла этой войны совершенно. Их гнали на убой, на завоевание Константинополя, они даже не знали, где Константинополь находится толком. При этом они видели, что в Петербурге, в Москве наживаются на военных заказах и откровенно нажируют, в то время как они живут все хуже и хуже. Поэтому, ну и кроме того, оставались там очень многие пережитки феодального государства, когда солдат, которому завтра предстояло умирать в белорусских лесах, не могут идти по тротуару Невского проспекта или проехать в салоне трамвая. Поэтому, именно это сформировало революцию, именно это создало ту энергию масс. А уже потом разные партии стали предлагать, попытаться с этой энергией масс работать, и наиболее успешны оказались большевики, потому что у них был лучший, самый правильный, соответствующий настроение этих масс, образ будущего. А что касается сегодняшней ситуации, то опять же мы возвращаемся к вопросу существования революционной ситуации. Её нету. Ну, честно. Но вот то, что во Франции эти жёлтые жилеты, то, что в Бразилии вот эти все демонстрации, это всё не то. То есть это везде же в принципе есть какие-то проблемы. Это, ну, скажем так, такие толчки. Эти толчки. Они могут быть там, они могут быть разной интенсивности и разной силы. Ну да, вот эти толчки. Но это ещё не революционная ситуация. В России ты демонстрации видишь? Нет. Масштабных. В провинции. Вот ты ездишь по провинции. Много, да? Нет. Ты видишь там какие-то массовые демонстрации? Их нету. Вот в 17-м году... Все переходят к натуральному хозяйству всё больше, но спокойно. Всё спокойно. Вот поэтому вопрос в том, как с приходом к власти условного Навального изменится жизнь. К массовым протестам может привести изменение картины жизни. То есть если население начнёт нищать резко и это произойдёт. Но вопрос в том, как это произойдёт. Это произойдёт быстро или это будет происходить постепенно и относительно незаметно. Плюс, конечно, будет огромное значение иметь информационное воздействие, потому что оно выполняет сегодня роль анастедии. Если раньше религия была... А религия, кстати, тоже сыграет, я думаю, свою роль в этом. Но информационное воздействие тоже, потому что, например, царское самодержавие, оно проморгало фактически информационную революцию и никакого серьёзного воздействия на основную часть населения оно не делало. Сейчас уже всё иначе. Государство имеет в своих руках мощнейшие излучатели и оно будет анестезировать все эти меры. Вот повышение пенсионного возраста к массовым каким-то процессам не привело. Вот удивительно. Мы все согласны. А я объясню, почему. Потому что это достаточно очевидно. Потому что немедленно люди на себе почувствовать это не могут. Это портит им жизнь в долгосрочной перспективе. Но прямо сейчас вроде ничего не поменялось. К тому же по телевизору объяснили, что это в общем даже и неплохо. Люди будут дольше оставаться молодыми. Сейчас очень активно развивается кружковое движение. И вот специально наши кружковцы из Санкт-Петербурга подготовили тебе ряд вопросов. Мы специально даже для этого переместились из такой вот буржуазной обстановки в нашу рабочую пролетарскую. Вот первый вопрос. Авангард пролетариата сегодня. Кто это в России? На мой взгляд, у меня несколько нетипичный подход к этому вопросу. На мой взгляд, авангард пролетариата вычленяется не по роду занятий и даже не по материальному положению представителей этого пролетариата, а скорее по сознанию. Дело в том, что мы можем встретиться с примерами более развитого классового сознания пролетариата, который внешне приближен к буржуазии. То есть люди являются квалифицированными рабочими, получают высокие зарплаты, обустроили свой быт и так далее, но благодаря этому высвободили какое-то свободное время и познакомившись с теорией выработали в себе это классовое сознание и с другой стороны мы можем увидеть абсолютно эксплуатируемых в ужасных условиях живущих рабочих, но при этом классовым сознанием не обладающих и соответственно в целом довольных всем, ну винящих в своем чужом положении в первую очередь себя и думающих, что если они возьмут еще работа сверхурочной и поработают не 18 часов а 24 то тогда жизнь в целом наладится вот поэтому с моей точки зрения авангард пролетариата это я бы даже сказал, что авангард пролетариата это те рабочие, которые участвуют в кружках и пытаются знакомиться с теорией объясняющей мир то есть мне кажется разлом проходит именно по этой линии как ты думаешь начнутся перемены в стране в сторону социализма через забастовочные движения или через какой-то левопопулистские вот эти вот лозунги митинги и прочее через левопопулистские лозунги ничего не начнется на то они и популистские мы с тобой сейчас беседовали и я тебе сказал, что с моей точки зрения близлежащая задача левого движения это создавать точки напряжения для олигархического капитализма то есть наша близлежащая задача это набрасывать на него намордник и стремиться обращать капитализм на службу всего народа то есть это такая задача близлежащая Владимир Ленин говорил, что в первом приближении социализм это государственный капитализм обращенный на пользу всего народа и с этой точки зрения я считаю, что задача левого движения это стремиться там, где это возможно обрубать капитализм ущупальца это может идти в разной форме в форме информационных разоблачений в форме разъяснения теории в форме пикетов забастовок и митингов тоже все это может идти иной максимально активной политической борьбы я думаю что кто к чему предназначен здесь разные формы могут быть но в общем и целом необходимо выдвинуть вот эту идею заточения капитализма надевания на него намордников в качестве близлежащей задачи когда эта задача начнет решаться дальше можно будет переходить к более серьезным и дальносрочным стратегиям читал ли ты Гигеля да я читал Гигеля первый раз подступился к нему еще в студенческие годы потом еще в 30-летнем возрасте была попытка внимательно с этим познакомиться но в последний раз под влиянием Михаила Васильевича Попова еще раз подступился это классика философии и без Гигеля нам сложно двигаться дальше то есть это во-первых полезно для общего развития как эспандер для мозга а во-вторых очень полезно с точки зрения понимания дальнейшего развития диалектических идей уже у Маркса в СССР официальное признание получил взгляд по которому в истории известны пять общественно-экономических формаций первобытно-общинная рабовладельческая феодальная капиталистическая и коммунистическая так называемая пятичленка согласен ли ты с таким взглядом есть ли в нем недочеты ну это концепция которая достаточно полно описывает ход исторического развития и в целом конечно это великое достижение Маркса безусловно но это не значит что надо воспринимать эту систему как дому в 90-е годы получил определенное развитие осмысление цивилизационный подход например и цивилизационный подход конечно же не отменяет подхода диалектического материализма исторического материализма но это не значит что некоторые его элементы нельзя использовать в описании исторических событий то есть вот оно оказывает достаточно серьезное влияние на то как те или иные процессы воспринимаются в местных обществах в локальных обществах вот это очень важный момент который нельзя забывать почему фильм дудя про беслан вызвал меньший отклик чем про колыму его не начали разбирать все наши товарищи ну во первых потому что наши товарищи я не знаю о каких товарищах идет речь наши товарищи преимущественно историки вот мои товарищи преимущественно историки поэтому им проще работать с историческим материалом но это и объяснимо потому что все-таки по теме колымы есть достаточное количество опубликованных работ которых можно обратиться и сверить их с тем что рассказывал нам Юрий Дудь а все-таки трагедия в Беслане ее историю еще предстоит написать и фильм дудя это была только первая прикидка и первая попытка каким-то образом осмыслить эти события я думаю что историки подберутся там же очень много засекречено многие мотивации еще непонятно нет документов историки подберутся к этому только через несколько десятилетий это первая причина вторая причина заключается в том что фильм дудя колыма был осуждал скажем так систему созданную нашими предками а фильм про бесплатно осуждает систему созданную нашими современниками и как мне кажется люди гораздо болезни воспринимают оскорбление предков чем оскорбление существующей системы с которой они возможно себя и не особенно ассоциируют вот именно поэтому восприятие колымы оно было более энергичным дало больше отклик чем восприятие фильма про бесслан евро а у тебя когда нибудь были политические амбиции и хотел бы присоединиться к какой нибудь партии организации может быть пойти на выборы как независимый кандидат ярко выраженных политических амбиций у меня нет меня интересуют конкретные дела я вижу себя как человек который занимается просвещением историческим и культурным и это основная задача которая мне представляется я достаточно успешно занимаюсь но в целом у меня нет отвращения также к политической деятельности и если я буду понимать зачем это нужно у меня будет компания единомышленников вместе с которой я буду реализовать какую-то большую задачу то в принципе я этого не исключаю но не потому что у меня есть политические амбиции а потому что это будет полезно для дела возможно среди этих людей будет Павел Перец возможно возможно мы с этим работаем хорошо и вот как раз про твою миссию о просвещении этим летом ты начал организовывать новые экскурсии на теплоходе то есть это наверное был новый опыт вот расскажи инсайды слушай ну это очень классная штука потому что всегда интересно рассказывать кому-то что интересно самому самому тебе а им это тоже интересно это всегда хорошо а когда ты делаешь это в таком шикарном антураже ты плывешь на теплоходе мимо прекрасных зданий по очень интересному маршруту просто потрясающее ощущение но мне очень приятно потому что я чувствую себя таким артистом своеобразного оригинального жанра то есть я не чувствую себя гидом я скорее чувствую себя вот именно артистом и люди которые ко мне приходят они преимущественно меня знают и им точно будет то есть это не случайно и люди которых с набережной забрали посадили на теплоход и они плывут и что-то там еще в полуха слушают что им рассказывает кто-то они приходят именно послушать меня и это очень приятно я стараюсь соответствовать этим ожиданиям а следующим летом будут эти экскурсии мы к сожалению не смогли попасть ни на одну из них очень хотелось бы во-первых я планирую продолжать экскурсии и в зимний сезон но конечно не на теплоходах а во-первых на автобусах во-вторых в крытых помещениях ближайшие экскурсии экспериментально у нас состоится 5 октября это будет экскурсия в музее Арктики и Антарктики и будет она посвящена советским героям Арктики поговорим про биографии Чкалова Шмидта Папанина и других знаменитых советских героев которые осваивали русский север это очень интересно и к сожалению малоизвестная тематика потом у меня еще была идея сделать выездные экскурсии путешествия и один из таких маршрутов который сейчас прорабатываю это маршрут в норвежский Киркинесс через советский Мурманск такая северная эпопея я несколько лет назад впервые попал в Мурманске был очарован этим городом во-первых потрясающее ощущение от полярного дня потому что когда ты в 3 часа ночи выходишь на улицу и там светит яркое солнце при этом людей никого нет машина не ездит ощущение абсолютно потрясающее я удивлен что такой туристический козырь никак не используется мурманским правительством вот но помимо этого там очень много интересного в принципе во-первых ледокол Ленин это потрясающее сооружение просто первый в человеческой истории атомный ледокол огромный корабль который показывает всю мощь весь размах мышления тех ученых которые работали над его созданием потрясающее детище советской цивилизации вот я хотел я сам был очень сильно впечатлен и хотел бы всех людей тогда сводить потому что все-таки Мурманск лежит в стране от основных туристических маршрутов я не знаю ни одного человека который специально туда поехал побывать на ледоколе Ленина и богу это та устой во-вторых потрясающая история Великой Отечественной войны потому что в Мурманске находится тот участок государственной границы который немцам так и не удалось преодолеть вот и вообще оборона Мурманска это очень героическая история наших вооруженных сил и нашего народа и не зря Мурманск признан городом-героем является городом-героем но не только сам Мурманск интересен интересно также Кола это средневековый город у которого тоже очень богатая история там можно было бы много рассказать ну и наконец недалеко от Мурманска находится норвежская граница и город Киркенес Северная Норвегия также освобождалась советскими войсками в ходе Киркенесской операции там тоже богатая военная история можно все это показать и рассказать вот такой план спасибо огромное Егор скоро фестиваль цифровая история так точно грядет расскажи чему посвящен именно этот фестиваль тема этого фестиваля мир советского человека мы хотим немного погрузиться в повседневность быт и культуру советских людей там будет очень сильный состав спикеров открывать фестиваль будет Михаил Трофименков хорошо известный киновед кандидат искусствоведения мы попросили сделать доклад на тему чему учила главнейшая из искусств Михаил сразу же откликнулся на эту тему и сказал что он вначале покажет один из первых советских фильмов под названием уплотнение уплотнение это картина 1918 кажется года снятая по сценарию Анатолия Луначарского наркома просвещения РСФСР и Михаил полагает что из этого фильма выросли все смыслы советского кино как он это будет доказывать рассказывать посмотрим на фестиваль кроме того я буду выступать за докладом на цифровой истории я подготовлю выступление на тему иностранная литература в СССР что читали и как доставали потому что для меня для самого было большой неожиданностью узнать что в СССР переводилось очень много иностранной литературы и по существу все сливки западного литературного творчества были советскому человеку доступны не всегда это были отдельные издания очень часто журнальные публикации но ни Джон Стейнбек ни Эрнест Хэннгуэй ни Уильям Фолкнер ни даже Курт Ваннигуд не прошли мимо заинтересованного советского читателя и даже если постараться можно было бы прочесть роман Стивена Кинга в Советском Союзе Стивен Кинг проходил как прогрессивный и даже в некотором смысле левый писатель ученик Рея Брэдбери и человека, который яростно протестовал против войны во Вьетнаме потом у нас будет военный блок приедут Алексей Валерий Чесаев и Артём Драбкин наши традиционные спикеры они расскажут о добровольчестве и мобилизации в годы Великой Отечественной войны будет доклад по истории моды в послевоенное время и традиционные разведопросы будет у нас гость основатель первой советской рок-группы Санкт-Петербург Владимир Рикшан который расскажет про повседневную жизнь ленинградской молодежи 60-70-х годов Пётр Лидов который сейчас часто выступает на Опер.ру и рассказывает там про повседневность 80-х ну и замыкать фестиваль будет диалог Дмитрия Юрьевича Пучкова с известным писателем журналистом Андреем Константиновым о криминальном мире и правоохранительных органов в позднем СССР вот ну а кроме того как обычно в перерывах между лекциями будут песни танцы разные интересные номера и даже вот мы сочинили исторические частушки на злобы дня ух ты которые споем под баян посвященные такими известным личностям как Юрий Дудь журнал журналу Дилетант сериалу Чернобыль и в общем другим историческим новостям друзья у нас в гостях был историк журналист организатор фестиваля цифровая история который пройдет 19 числа в Санкт-Петербурге обязательно приходите Егор Яковлев это был канал Station Marks ставьте лайки колокольчики и пишите в комментариях под видео кого бы вы хотели у нас увидеть в следующий раз в гостях до встречи субтитры